Привет, давайте посмотрим, что такое Zoom SDK и как мы можем его интегрировать в наше веб-приложение. В нашем конкретном случае я буду использовать React для удобства, но в принципе тут годится любая библиотека или чистый JavaScript. В документации по Zoom SDK есть уже готовая версия приложения для React, и с GitHub можно будет его скачать. Я его как раз таки скачал и чуть-чуть подкорректировал для нашего конкретного случая. Давайте вообще поймем, что такое SDK. SDK это некая платформа или в нашем случае библиотека, которая нам предоставляется Zoom для интеграции нашего приложения с ним. С помощью Zoom SDK мы можем запускать митинги, управлять митингами, выгонять участников, принимать кого-то, смотреть список участников, и все это внутри нашего веб-приложения. А в нашем случае, вот как вы видите, у меня сейчас открыта вкладочка с моим React-приложением на Localhost. И давайте сейчас посмотрим, как это вообще выглядит снаружи. Дальше мы посмотрим, как все выглядит изнутри, какой там код стоит за всем этим. Но сейчас давайте просто посмотрим, что произойдет. Вот у меня тут кнопочка Join Meeting, с помощью которого, как вы видите, мы просто нажимаем. Ждем, пока он у нас подкрузится. Вот, у нас просто открылся Zoom митинг полностью со всем его интерфейсом, со всем его функционалом и так далее. Дальше мы можем управлять им как с помощью вот этого интерфейса. То есть мы можем предоставить юзеру возможность заходить в Zoom Meeting прямо из нашего приложения и управлять им. Также мы сами можем с помощью JavaScript управлять тем же самым его поведением и действовать от его имени, можно так сказать. Или не от его имени, а от имени того человека, под чьим аккаунтом он зашел на данный момент. Давайте сейчас посмотрим, как это все выглядит изнутри. Давайте посмотрим на логику нашего приложения. Тогда вот, смотрите, мы тут просто импортируем объект Zoom Meeting из библиотеки, которая нам предоставляется своим Zoom, Zoom USB SDK. И посмотрим, давайте на флоу всего, что происходит. Тут мы сначала просто инициализируем наш Zoom SDK, можно так сказать. А дальше давайте посмотрим на флоу нашего приложения. Вот тут вот та кнопка, при нажатии на которой у нас вызывался вот этот вот обработчик. Посмотрим, давайте на его логику. Тут у нас параллельно есть запущенный backend, который, давайте посмотрим, чем он занимается конкретно чуть позже. А сейчас посмотрим, что происходит на фронте. Мы тут просто делаем запрос, получаем информацию, которая нужна нам для авторизации в Zoom. И для того, чтобы Zoom распознала, чего имени мы запускаем митинг, какой именно мы митинг запускаем, его ID и так далее. И получаем, соответственно, вот эти вот данные, инициализируем митинг, а потом при удачной инициализации запускаем сам митинг и заходим в него. Соответственно, с теми данными, которые нам пришли из нашего backend, который тут параллельно запущен, который мы чуть позже тоже посмотрим. Давайте посмотрим на наше backend приложение. Это просто какой-то сервер, запущенный по-быстрому на экспрессе. Его главная задача в нашем конкретном случае, это скрывать внутри себя SDK-ключи и SDK-сикрет. Скоро посмотрим, как их именно нужно генерировать. Но смысл в том, что, чтобы запустить митинг, нам нужно SDK-приложение какое-то, созданное заранее. И backend просто будет внутри себя хранить его ключ и секрет, чтобы на фронт, наружу они не торчали. В идеале тут, конечно, должна быть какая-то авторизация и аутентификация, чтобы мы не давали доступ ко всем, кто хочет, а аутентифицировали сначала. Но мы это пока отпустим. Еще backend может заниматься тем, что сам будет генерировать ID митингов с помощью IP, находить его ключи и создавать митинги, а потом это все отдавать на фронт, чтобы фронт уже сам запускал эти митинги для конкретного пользователя. То есть backend может взаимодействовать с API Zoom и с помощью него генерировать митинги. Вот как мы там через интерфейс можем создавать митинги и получать его там ID и пароли. Вот точно так же мы можем создавать через API и отдавать уже это на фронт, чтобы фронт, наше фронтовое положение запускало вот этот вот митинг с таким-то номером, с таким-то паролем и так далее. Для этого нам нужны еще SDK-ключи, SDK-сикет от того аккаунта, на котором, соответственно, должны проводиться эти митинги. Давайте посмотрим, что он вообще отдает. Ну, соответственно, смотрите, что вот это вот те данные, которые у нас попадают на фронт и с помощью которых у нас запускается митинг на фронте. Если кратко, то нам, соответственно, нужен SDK-ключ. У нас тут есть generate signature method, который я копировал из документации Zoom. Если кратко, то вот он вот так вот шифрует в GAT наш payload и, соответственно, мы отправляем SDK-key наш signature с теми данными там в формате GAT, которые мы тут передаем. А номер митинга, пароль, юзернейм и про зак токен тоже чуть позже поговорим. И вот с этими данными у нас на фронте запускается наш митинг. Продолжение следует... В текущих реалиях это возможно? Да, в нашем инкубаторе, конечно, да, 100%. И внимание, если тебе вдруг не хватит этих 12 месяцев, полноценно, без доплат, ты будешь продолжать обучение дальше, пока лично ты не станешь тем самым middle разработчиком, которому рынок сделает коммерческое предложение. В нашем IT-инкубаторе обучают опытные действующие разработчики, которые имеют реальную экспертизу и крупные проекты за плечами. Лайв-формат обучения на нашей собственной платформе обучения с записями уроков, а также огромным количеством специально записанных видеоматериалов, доступ к которым не ограничивается даже после трудоустройства. И наша супер фишка, только в инкубаторе ты сможешь получать ежедневную менторскую поддержку от действующих разрабов в зуме один на один, где тебе будут индивидуально разбирать твои ошибки и пояснять материалы. И ты не будешь тратить свой драгоценный ресурс на бесконечные попытки разобраться самостоятельно. И, конечно, трудоустройство. Тебя ждет регулярная помощь с составлением CV, еженедельные тренинги, индивидуальная стратегия трудоустройства и персональные рекомендации в компании партнеры от нашего карьерного ментора. Мы дадим тебе реальный опыт, с которым ты точно получишь оффер. В обучение включена учебная стажировка на сложном техническом проекте, в реальной команде с реальными процессами. А также стажировка у наших компаний-партнеров. Опыт коммерческой разработки это то, что станет решающим фактором для работодателя. Стань частью нашего крутого комьюнити. Дружной, дружной тусовки разрабов и большой семьи IT-инкубатор. Хочешь ускорить свой путь до успешной карьеры? Ждем на борту нашего космолета. Смотри программу обучения на сайте и приходи к нам. Ссылка всегда в описании. Для того, чтобы можно было работать с Zoom СДК, сначала нам нужно будет создать СДК-приложение. Сначала нам нужно будет зайти на Marketplace ZoomUS. Дальше тут выбираем Build. И тут в выборке есть Meeting SDK. Нажимаем Create SDK, называем там как-то по-быстрому. В нашем случае это для Develop, так что не очень важно. Вот эти все данные желательно заполнять. Но так как мы сейчас просто занимаемся разработкой, то я просто скопирую вот тут. Заходим в App Credentials, Client ID и Client Secret. И вставлю его в мое приложение. Я скопирую. И вставим вот тут вот вместо СДК-ки старого, новое СДК-ки наше новое приложение. Точно так же скопируем пароль и вставим наше приложение. И все. Теперь, то есть смотрите, мы на конкретный аккаунт создали для конкретного аккаунта Zoom SDK. Теперь, когда мы создали СДК-приложение и взяли оттуда ключ и пароль нашего СДК-приложения для конкретного аккаунта, теперь на этом аккаунте мы можем запускать наши митинги, соответственно, с помощью нашего СДК на фронте. Смотрите, все действия, которые я сейчас покажу, можно сделать на бэкэнде с помощью API-зума, который нам предоставляет. Но давайте, чтобы не слишком усложнять наше видео, потому что оно сейчас не про работу с самим Zoom SDK, а не с Zoom API, которая отдельно. Мы просто руками создадим какой-то митинг, получим у него ID-пароль и с помощью наших ключей, которые мы там сохранили, запустим внутри нашего приложения митинг. Нажимаем, да, создать там schedule митинг. Ждем, и тут, соответственно, ну да, все это, дайте, сохраним. И тут вот у нас уже будут доступны все дополнительные информации. Копируем все до митинга, и это будет в нашем митинг-намбер. Вставляем в наше приложение. И тут только, ой, не то, не то, не скопировалось, дайте вот тут вот, возьмем митинг-намбер, идти вот, и сохраним его сюда. Удалим все это вот лишнее, которое скопировалось у нас тут, и удалим еще и пробелы. И то же самое с паролем для нашего конкретного митинга. Вот, тоже сохраним. И смотрите, что у нас тут за поле роль. Роль отличается то, под какой роль, соответственно, мы зайдем на митинг. Есть 0 и 1. Если мы тут зайдем с ролью 1, то мы будем хостом нашего митинга. А если мы тут укажем, что роль у нас 0, то мы зайдем как обычный participant на этот митинг. Ну, давайте пока оставим 1, потому что там, если мы зайдем как хост, то у нас, соответственно, будет весь дополнительный функционал доступен. Юзернейм мы тут можем указать любым, да, это просто тот никнейм, под которым мы будем заходить на этот митинг. То есть он может быть абсолютно любым и не совпадать ни с чем. Зактокен мы тоже пока опустим, посмотрим, да. Все это мы отправляем, соответственно, на наш фронт, кинетируя при этом вот эту вот сигнатуру. И дайте запустим вот уже наш фронт, наш пэк вместе и посмотрим, как это все работает. Соответственно, у нас тут запущенный фронт тоже есть. И давайте посмотрим, зайдем на localhost и посмотрим. Соответственно, мы сейчас зайдем вот на этот митинг под этим именем, который указали. Вот ждем. И мы зашли. И дайте посмотрим условно, как это выглядит со стороны зума. Дайте посмотрим вот эти вот митинги. Нет, по идее должно показываться, что митинг уже запущен, но почему-то зум, наверное, не подкрузил. Давайте обновим. Кстати, сейчас показывает старт, якобы митинг не запущен. На самом деле, так как митинг запущен. 7, 3, 8, блин. Смотрите, мы сейчас зашли на митинг. И давайте посмотрим, как это все будет отображаться на страничке зума. Найдем в previous и посмотрим. Вот, смотрите, у нас тут указывается, что митинг уже запущен. Давайте попытаемся еще и зайти с того же самого аккаунта, потому что мы вот тут вот сидим, вот с того аккаунта, на котором мы создали СБК. И чьи данные мы указали на Бэггет. СДК-ключ и СДК-сикрет. Давайте попытаемся еще из браузера подключиться. И как мы видим, сейчас подкрузится, и у нас должно быть два аккаунта. Точнее, один тоже аккаунт, просто дважды подключен на один тот же митинг. Как видите, да, у нас тут два партисипента. Вот мы можем там получить тут хост, можем тут обратно все это сделать. И так далее. Как видите, тут тоже отображается, что у нас два участника. То есть, давайте просуммируем, что мы проделали. Мы внутри нашего приложения, с помощью нашего зона СДК, то есть мы получили данные, с которыми мы должны были зайти на митинг с нашего Бэга, а хранили мы это на Бэге, чтобы это все было безопасно, потому что хранить там какие-то ключи, особенно пароли на фронте, не очень безопасно. Потом с помощью тех данных, которые мы вот тут вот получили, мы зашли на этот митинг. Соответственно, это все произошло внутри нашего приложения. И вот смысл есть в том, что мы можем это все автоматизировать. Ну, там, внутри нашего какого-то приложения, мы можем там на нужную, там, внутри нужного действия, с нужными данными запустить Zoom Meeting. Это все будет происходить буквально на нашей же вкладке. Для того, чтобы нам получить ZAK токен, нам нужен Access Token. С помощью Access Token мы сделаем специальный запрос на Endpoint, который нам отдаст ZAK токен. А для того, чтобы нам получить Access Token, тут очень много путей, но, скорее всего, мы будем пользоваться подтверждением от пользователя, то есть протоколом OAuth, когда пользователь сам подтвердит, что он хочет нам отдать свои данные, и нам выдастся Access Token, с помощью которого мы сможем уже в дальнейшем получить ZAK токен, и, соответственно, открывать митинги от его имени. Дальше мы должны будем динамически получить с помощью Access Token этот ZAK токен и отправлять еще этот ZAK токен на фронтенд. И в этом случае мы уже сможем запускать наши митинги от чужих имен для конкретных других аккаунтов, отличающихся от нашего аккаунта, на котором создан наш SDK. Получение всех этих токенов и взаимодействие с пользователем, чтобы он вам подтвердил доступ и все такое. Это довольно сложная отдельная тема, которую мы сейчас обсуждать не будем, потому что видео очень сильно растянется. Но давайте посмотрим еще и под конец на всю функциональность ZOOM-STK. Давайте посмотрим хотя бы частично на функциональность этого ZOOM-STK. А для этого я подключил консоли Zoom Meeting, чтобы у нас просто был более быстрый доступ из консоли. Если кратко, давайте посмотрим на все его методы. Тут, условно, очень много разных методов, в случае которых установлено GetIntense List. Можем получить список всех пользователей, которые сейчас находятся в конференции, или метод PutOnHold, при вызове которого мы можем отправить человека в waiting room или обратно принять его из waiting room, или реклайм-хост. То есть мы зашли на митинг, и кто-то у нас отобрал хост, но мы можем обратно его получить, или как только мы зашли на митинг. И все такое. То есть вся эта функциональность можем имплементировать через JavaScript в нашем приложении. Дайте подключим и посмотрим. У меня уже тут все запущено. И дайте посмотрим. Вот я подключил как ZDK к Windows. И сейчас дайте посмотрим, что у нас будет, если вызвать метод GetIntense List и вывести его результат в консоли. И так далее. Смотрите, результат. Результат у нас тут объекта, который есть свойство от Endless List. И, соответственно, два пользователя, которые сейчас находятся внутри нашей конференции. Их ID, их юзернеймы, их дополнительная информация. Можем там условно выключить конкретным людям микрофон. Включить это все внутри нашего приложения с помощью Zoom SDK. Давайте подытожим. Значит, с помощью Zoom SDK мы можем запускать митинги, управлять митингами, управлять участниками внутри нашего митинга. И все это внутри нашего приложения. И это все происходит с помощью SDK, которая предоставляет нам Zoom в виде какой-то библиотеки, которую мы просто устанавливаем и взаимодействуем с ней. Соответственно, чтобы зайти нам на митинг, нам нужны данные в виде ключа нашего SDK-приложения, которое я показал, как нужно создавать его пароля, номера митинга, в который мы заходим. Если есть у этого митинга какой-то пароль, то, соответственно, нужен пароль. Указываем еще и роль, под чьим именем мы должны заходить, в роли партисипанта или в роли хоста. Наш юзернейм — это тоже обязательное поле, но, в принципе, оно может быть любым. И, соответственно, еще и можем отправить зактокен, если мы хотим запустить митинг, который был создан на чужом аккаунте. Этот зактокен, соответственно, должен самому аккаунту, на котором был создан этот митинг. Еще у нас тут необязательный параметр в виде зактокена, который мы можем отправлять для авторизации уже от чужого имени, если у нас митинг создан на каком-то чужом аккаунте.